Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы – что такое аритмия, их причины, проявления и устранения. Сегодня на студии Денис Олег Николаевич, это врач-кардиолог, аритмолог Ульяновской областной клинической больницы. Здравствуйте, Олег Николаевич! Здравствуйте, Павел Сергеевич, здравствуйте, уважаемые зрители! Олег Николаевич, тема сегодняшней программы, как я сказал, мы поговорим с вами об аритмиях. Я считаю, что это очень актуальная такая тема, потому что, в принципе, около 75% населения земного шара страдают этой аритмией. И, в принципе, почему-то люди не придают такого большого им значения, но все-таки их волнует этот вопрос. Поэтому мы сегодня расскажем вообще, что такое аритмия и факторы риска их возникновения. Аритмия – это любое нарушение ритма сердца, отличающееся от нормального синусового ритма. И их существует большое разнообразие. И относимся к нарушениям ритма у разных людей мы по-разному. Потому что встречаться различные нарушения ритма могут практически у всех. И часто аритмия не требует какого-то специфического антиаритмического лечения. То есть даже не требует какой-то коррекции даже, да? Не требует. Просто наблюдение возможно. А возможно, даже и наблюдение не требует. Потому что существуют различные состояния организма, при которых может быть функциональное нарушение ритма, связанное с какими-то физиологическими процессами. Это не требует специального лечения. Это может быть связано с какими-то рефлекторными влияниями, с желудочно-кишечного тракта. Даже просто потребление пищи может вызывать урежение ритма. Либо какие-то физические нагрузки, эмоциональные, экстренные какие-то стрессовые ситуации будут вызывать очень частую тахикардию, сердцебиение. Вот я, насколько знаю, тоже у подростков бывает подростковый вид аритмии тоже очень часто такой. Синусовая аритмия. Синусовая аритмия, да. То есть наш основной генератор ритма, синусовый узел, он может неритмично функционировать. И это норма. Особенно у подростков. Потому что у них происходит становление гормонального статуса, меняется уровень различных гормонов в крови. И поэтому нарушение ритма совершенно разнообразное. Олег Иванович, ну тогда давайте поговорим о тех аритмиях, которые действительно влекут за собой какие-то изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые провоцируют какую-то симптоматику, да, какие-то осложнения дают. Вот именно тогда вот эти аритмии, и давайте их прям по градации, наверное, вот так скажем, какие по опасности для человека, для организма, по их прогнозу, то есть как бы вы так выстроили. Существует, как я сказал, разнообразное нарушение ритма, да. И они могут являться не самостоятельным заболеванием, а могут и являться самостоятельным заболеванием. Для этого нужно обследование пациентов, у которых возникает ощущение перебоев в работе сердца, внезапное сердцебиение. И обычно человек, естественно, не может понимать, это нормальная ситуация или это патология. Если человек ощущает какие-то перебои, приступы сердцебиения, эпизодические ощущения сердцебиения, то нужно обратиться к врачу. Обязательно. Обязательно. И там же врач будет обследовать и выяснять, насколько это опасно, нарушение ритма. Например, к различным пациентам с желудочковой экстрасистолией мы будем относиться по-разному. Если у человека есть органическое какое-то заболевание сердца, человек перенес инфаркт, есть инокардия, проводились какие-то интервенционные вмешательства ранее, то мы относимся к этой аритмии, к желудочковой экстрасистолии, как к потенциально опасной аритмии. Но сразу экстрасистолия, то есть неочередные сокращения сердца, получается, да? Да, экстрасистолия может быть разнообразная. По месту возникновения. Это неочередное, отличающееся от синусового ритма, сокращение. Если они возникают в предсердиях, то это предсердная экстрасистолия. В желудочках – желудочковая экстрасистолия. Естественно, желудочки – это основные насосы нашего сердца. И возникновение желудочковых, нарушение ритма, возможно, требует более тщательного наблюдения и обследования. Хотя это тоже может являться нормой. Олег Григорьевич, ну тогда давайте, раз уж сказали про обследование. Какие стандарты обследования у нас существуют? И, может быть, в течение 10 лет сейчас в Ульяновской области, может быть, какие-то новые технологии обследования, чтобы быстрее. Я так понимаю, что все-таки чем раньше поставишь диагноз, пока еще нет каких-то проявлений таких кардинальных, то тем лучше прогноз для человека. Снятие электрокардиограммы. Очень важно, чтобы была снята кардиограмма в момент нарушения ритма. Существует сейчас очень много различных гаджетов, с помощью которых мы можем это зарегистрировать. Все знают, что есть часы, которые регистрируют кардиограмму, не просто пульс, а кардиограмму. Есть даже портативные кардиографы, мини-кардиографы, которые связываются с телефоном. Но лучше, наверное, все-таки у специалистов это делать. Ну да, мы можем это предложить пациентам для того, чтобы зарегистрировать редкие нарушения ритма. Но есть, конечно, специальные методы обследования. Это холтерское мониторирование КГ. Односуточное и многосуточное. Это есть в нашем отделении. Это длительные мониторы, петлевые регистраторы, которые вшиваются под кожу и в течение одного и даже до трех лет могут регистрировать кардиограмму. Мы это наблюдаем. Если у пациента происходит какое-то событие ритмическое, то пациент приходит и в наш центр в том числе, и мы снимаем данные с этого аппарата. Но у нас эти аппараты не имплантируются. Они имплантируются обычно в научно-медицинских центрах крупных, Москвы, Санкт-Петербург, Новосибирск. Но это очень важные аппараты для регистрации ритмических. У нас, мы не имплантируем эти аппараты, но мы наблюдаем. У нас есть пациенты, у которых вот эти вот петлиниры регистраторы. Это часто используется для пациентов, у которых имеются обмороки. И причина обмороков неясна. И на самом деле существует очень много причин для обмороков, в том числе и кардиальные, и некардиальные. Для того, чтобы назначить правильное лечение, предупредить эти опасные состояния, проходят различные обследования пациента. Олег Николаевич, ну вот все-таки тогда давайте перейдем, раз мы уже сказали, какие обследования, да? То есть все по стандартам. То есть мы не будем, конечно, сейчас расписывать именно, что входит в стандарты, потому что каждый специалист, врач-кардиолог, аритмолог, он знает эти стандарты, он их придерживается. И именно благодаря вот этим обследованиям диагноз выставляется, и потом дальнейшее уже лечение. Тогда поговорим о лечении. Какие новые какие-то методики, может быть, какие-то программы, технологии какие-то новые, именно может быть у нас в Ульяновской области и вообще в целом по стране применяются именно у людей с аритмиями, но с аритмиями, которые действительно ухудшают, как говорится, состояние пациента. Вот именно о таких вот видах лечения давайте поговорим. Ну, наверное, я здесь еще коснусь такого момента, что я уже говорил, что нарушения ритма часто являются синдромом или симптомом какого-то другого сердечно-сосудистого заболевания, а может быть, даже внесердечного. И поэтому обследования могут быть совершенно в разнообразном направлении. Патология щитовидной железы часто также вызывает... То есть гормональный фон, да? Гормональный фон очень часто вызывает нарушение ритма. И практически это тоже стандарт обследования всем пациентам с претердными, желудочками, различными пароксизмальными нарушениями ритма. У женщин, наверное, менопауза, крем-тери-синдром тоже дают очень часто. Да, всегда мы контролируем гормоны щитовидной железы. Т4, ТТГ, все участковые терапевты знают... Мы совокупны с эндокринологами уже. Да, это пример. Обследование по нарушениям электролитного состава крови. Различные нарушения могут вызывать очень серьезные, в том числе, жизнеугрожающие нарушения ритма. Банальные заболевания кишечника, которые сопровождаются потерей электролитов, могут закончиться жизнеугрожающей желудочной ритмой. Мы говорим о нарушении калий-натриообмена, да? Да, гипокалиемия могут вызывать очень серьезные нарушения ритма. То есть нужно в каждом случае разбираться индивидуально? В каждом случае разбираться. И если это нарушение функции щитовидной железы, то, соответственно, эндокринологам назначается лечение. И в том числе пароксизмальная фибрилляция претердий. После лечения адекватного террестатическими препаратами, препаратами, которые подавляют избыточную функцию щитовидной железы, наступает ремиссия, приступы мерцательной ритмии не рецидивируют. А если же это связано с какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, то здесь тоже, соответственно, лечение связано с этим. Если это ишемическая болезнь, то применяются различные методы ревоскулиризации миокарда, то есть восстановление кровоснабжения сердца, стентирование, в определенных ситуациях коронарное шунтирование. Это тоже способствует уменьшению нарушения ритма, в том числе жизнеугрожающих. И это, в принципе, в рамках мероприятий по профилактике внезапной смерти у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же есть такие нарушения ритма, как блокада, нарушение внутрисердечной проводимости, в результате которых возникает очень редкий ритм. И здесь проводится имплантация различных устройств, которые восстанавливают нормальный сердечный ритм. И эти операции проводятся в нашей Ульяновской областной клинической больнице в отделении кардиохирургии нарушения ритма сердца. Имплантируются однокамерные стимуляторы, двухкамерные стимуляторы. Также мы проводим небольшое количество радиочастотных аблаций. То есть это особая операция по воздействию радиочастотного тока, точечного воздействия на, так сказать, уязвимые зоны в сердце, в результате которых ритмия не рецидивирует. Потому что причина возникновения, например, желудочковой экстраситолии, может быть какой-то очаг, небольшая даже группа клеток, которые вдруг автоматически начинают работать. Это может быть даже врожденная ситуация. И проводится точечное воздействие, находят с помощью особой техники высокотехнологичной, это группа клеток. И после воздействия эти клетки разрушаются, и экстраситолии человека уже не беспокоят. Я так понял, Олег Николаевич, что вы перечислили только такой небольшой раздел, который осуществляется. На самом деле он намного шире. И я так понял, что намного мы шагнули вперед, то есть по тем методикам, которые вы говорите. То есть практически человек 100% получает после таких вмешательств, восстанавливается все, и он работоспособен. Я бы не сказал, что при всех нарушениях ритма 100%, но при определенных нарушениях ритма это 100% гарантия, что аритмия не будет возникать повторно. Это, например, врожденная ситуация. ВПВ-синдром, когда вот этот лишний проводочек сердца, дополнительный путь проведения прижигается, и приступы сердцебиения у этих пациентов больше никогда не рецидивируют. Ну вот, скажешь, пожалуйста, очень часто бывает, человек перенес, например, инфаркт, инсульт, или острый коронарный синдром, и, как правило, потом все-таки через определенное количество времени идет повторный рецидив, так называемый рецидив этих состояний. Вот, и даже потом прогноз немножко усложняется, конечно, у таких пациентов. Вот как ваше отношение, как этого избежать все-таки, да, и вот каково должно быть поведение человека, который перенес действительно вот такую, ну, скажем так, сердечную катастрофу, да, которая, может быть, там все решили, все хорошо, там вылечили его, да, он уже ушел от этого, диспансер наблюдается, все хорошо, да, но все-таки риск возникновения повторного может быть, да. Вот как им себя вести, таким пациентам? Вот ваше мнение. Этим пациентам обязательно нужно следовать рекомендациям, которые даны в стационаре. И эти рекомендации могут меняться, но они должны меняться обязательно квалифицированным врачом, да, кардиологом или лечебным терапевтом. То есть они могут критироваться, да? Критироваться могут они? Ни в коем случае сам пациент не должен менять ничего в лечении, только после консультации с терапевтом. И должен сказать, что часто пациенты после какой-то катастрофы, если речь сосудистой, они определенное время высоко мотивированы в лечении, да, но со временем они теряют бдительность, они могут отменять какие-то препараты. Ну, вроде как лучше стало. Да, им кажется, что ничего не меняют эти препараты, но это может привести к очень серьезным последствиям. И как раз-таки повышение рецидивов каких-то событий серьезных, сречесосудистых, связано с тем, что пациент теряет приверженность лечению. Должен сказать, что не всегда достигаются какие-то целевые значения в лечении. Это тоже важный момент. То есть мы должны не просто назначить препарат, мы должны достигнуть целей. Целей в уровне холестерина. Только добившись определенного уровня холестерина, мы можем значимо снижать риск повторных событий. То есть липидный спектр для методов веса. Да, есть вот, ну, может быть, многие слышали, да, хороший холестерин, плохой холестерин. Так вот липопротеиды низкой плотности – это плохой холестерин. Он должен быть 1,4, достаточно низкий уровень, и его нужно достичь. И часто это можно достичь только на амбулаторном этапе. Поэтому пациент, перенесший какую-то коронарную, да, катастрофу, или перенесший атеротромботический инсульт, то есть инсульт, связанный с бляшками в сонных артериях, должен обязательно наблюдаться врачом уже в поликлинике. И ему должна подбираться терапия и достигаться цели в лечении. И только так мы можем значимо снизить риск повторных катастроф с речесосудистых. Олег Григорьевич, ну получается, что мы никак не избежим темы амбулаторного звена все равно, да, то есть и его важности в этом вопросе, да, то есть как и во многих других тоже направлениях. Ну вот амбулаторное звено, вот та же диспансеризация, да, вот диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Сейчас уже как бы мы более объемно расширили этот спектр, да, значит, вот именно прохождение диспансеризации можно ежегодно проходить человеку, да. Вот во время диспансеризации можно выявить какие-то виды аритмии тоже, в том числе, как мы их с вами назвали, да, патогенных таких, да. И психологических аритмий. Очень важная диспансеризация, да, и очень важное направление в медицине, потому что пациент может даже не подозревать о каких-то нарушениях ритма. Ну, жалоб даже может не быть. Да, но проходя диспансеризацию, врач осматривает пациента, проводит пальпацию пульса, аускультацию сердца, да, выслушивает сердечные тоны, снимается электрокардиограмма. Но анкетирование тоже, Олег Николаевич, да, тоже имеет роль. Обязательно, да. Потому что иногда пациент, да, там какие-то изменения уже может отразить тоже в анкете в том числе. Да, когда есть какие-то жалобы, то есть все это делается для того, чтобы выделить определенные группы пациентов, которые должны пройти в дальнейшем углубленное обследование. Это способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ну и в частности нарушений, в том числе, жизнеугрожающих ритма. Эти больные выявляются, им проводится лечение, таким образом снижается заболеваемость. Ну, то есть то обследование, которое входит именно в диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, которые, в принципе, практически не отличаются от объема диспансеризации, да, вот, они позволяют выявить, да, вот те виды обследования позволяют выявить. Рано выявить, да, и рано выявить, да, и при необходимости направить пациента, как вы сказали, на второй этап, да, более углубленный уже там, и действительно, если там выставляется уже диагноз, например, какой-то там, ну, даже там, может быть, со стороны сердечно-сосудистой системы, да, но включающий тоже аэритмию, да, то пациент уже дальше наблюдается. Это очень важно, вот, неразрывный такой спект, этот, следственный такой, да, диспансеризация наблюдения именно в дальнейшем, вот это очень важно, да? Да, ну, либо мы можем, например, успокоить человека и сказать, что это какое-либо нарушение ритма, совершенно в его ситуации не опасно, и можем успокоиться, там, заниматься спортом и снять какое-то напряжение, да. Олег Георгиевич, а вот распространенность все-таки вот аритмии, да, как вы думаете, ну, как практикующего врача вас, хочу спросить, выросло все-таки вот их количество, да, аритмий в связи вот именно с пандемией, с коронавирусной инфекцией? Как вы считаете, ваше мнение? Да, однозначно выросло, потому что новая коронавирусная инфекция вызывает различные патологические состояния в организме, и нарушения ритма могут быть провоцированы и пониженным кислородом, да, в крови, которое вызвано поражением легких этим вирусом. Очень высокий уровень воспалительных агентов в крови также вызывает нарушение ритма, плюс непосредственно прямое воздействие вируса на сердечные клетки также вызывает серьезные нарушения ритма. Это и брадикардии, и блокады при миокардитах, и наиболее часто встречающейся аритмии при COVID-19 – это фибрилляция претердий. Это достаточно часто. Мы знаем, что сама эта инфекция способствует образованию тромбов, но фибрилляция претердий, да, образно говоря, подливает масло в огонь, и очень часто встречаются кардиомболические осложнения, то есть осложнения, связанные с образованием тромбов в полостях сердца. Олег Николаевич, ну вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение просто так откровенно, если говорить, вот почему вот все-таки заболеваемость и смертность от сердечных сосудистых заболеваний, она остается довольно высокой. Почему именно вот так происходит? Вроде бы все делается, да, пациенты сейчас проходят, значит, различные виды обследования, новые методики, новые технологии, да, опять же, диспансеризация, профосмотры помогают, да, но все-таки что здесь вот, может быть, нет такой приверженности, может быть, не своевременное обращение, или вот, ну, ваше мнение личное, почему так вот? Я думаю, что это такая достаточно сложная проблема, и можно начать с каких-то профилактических мероприятий. Борьба с курением, борьба с избыточным весом, контроль артериального давления, раннее выявление сахарного диабета, это тоже очень важно. Ну, казалось бы, такие простые вещи, да, но без них никак дальше не сдвинуться нам просто, да. Здесь много направлений, да, в профилактической медицине. Борьба с злоупотреблениями каких-то там алкогольных напитков, да, большое потребление кофе может вызвать нарушение ритма, но здесь важность, я думаю, имеет именно здоровый образ жизни, и поддержание здорового образа жизни в итоге приведет и к снижению заболеваемости различными состояниями патологическими. Должен сказать, что последние годы, ну не только последние годы, наверное, последние 20 лет в России открыто много крупных федеральных центров, которые проводят высокотехнологичные операции на коронарных сосудах, вообще на сосудах, на сосудах головного мозга. Это тоже имеет огромное значение в снижении смертности, но этого недостаточно. Это небольшой этап в лечении пациента. Важный очень, но небольшой. Очень важный, но небольшой. Основное время пациент находится в повседневной жизни, да, и поэтому первичное звено имеет огромное значение. Ну, должен сказать, что у нас в Российской Федерации недостаточно много выполняется некоторых высокотехнологичных операций, таких как имплантация кардиоверторов-дефибрилляторов, имплантация специальных ресинхронизирующих устройств больным с речной недостаточностью тоже с функцией дефибрилляции. Это имеет огромное значение для профилактики внезапной смерти. Но будем надеяться, что эти операции будут в большем количестве. Ну, то есть, Олег Николаевич, если с другими словами сказать, да, вот, конечно, медики всегда рядом, да, то есть мы всегда поможем, всегда, значит, придем на помощь, как говорится, да, всегда будет оказана своевременная, значит, медицинская помощь, да, но человек должен тоже думать о своем здоровье, да, вот это очень немаловажная такая вещь, да, именно вот перестраивать свой образ жизни, да, особенно если уже что-то произошло, какой-то сбой в организме в виде вот аритмии, о которых мы с вами говорим, тем более надо задуматься уже, ну, то есть если пациент приходит на прием к врачу, да, и он курит, выпивает, да, у него низкая двигательная активность, ну, понятно, что врач обязан ему назначить лечение, да, и он это все сделает, да, значит, и, как говорится, по долгу своему, да, но в то же время вот без исключения вот этих вот вредных всех факторов, да, просто полноценного лечения не будет, да? Не будет, абсолютно. Если мы можем назначать различные дорогостоящие препараты, препараты, которые снижают уровень холестерина, но если человек курит, то эффективность наших мероприятий очень снижается, поэтому борьба с курением – это тоже очень важно. И здесь важно, еще раз повторюсь, именно быть приверженным лечению, которое было назначено, достигать целей терапии, да, не просто принимать лекарства, а достигать определенных, ну, можно сказать, цифр, да, в обследованиях, да, контрольных цифр, в итоге это снизит сердечно-сосудистую заболеваемость и серьезные осложнения. Да, и очень важным аспектом, я считаю, является тоже вот отношение, такое доверительное отношение именно к врачу, к своему, да, вот к участковому терапевту, да, ну, то есть к тому доктору, который вот именно в амбулаторном звене, да, как говорится, играет ключевую роль, да, потом, то есть он выявляет, да, он направляет в дальнейшем, как вы сказали, да, вот в том числе и к ритмологам, к кардиологам, да, вот, и диагноз выставляется, назначает своевременное лечение и получает прогноз всегда будет благоприятным. Так называемый пациентоориентированный подход. Да, 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 и преемственность. И преемственность, да, и часто врачу нужно общаться не только с пациентом, но с его родственниками, потому что есть пожилые люди, у которых имеются какие-то нарушения, уже связанные с интеллектом, и контроль родственников очень тоже важен. Это отмечается даже в клинических рекомендациях, вот, по мерцательной ритмии, потому что, например, да, фибрилляция предсердия, назначаются различные препараты, которые влияют на свёртывание крови, и мы достаточно сильно снижаем свёртывание крови, и контроль родственников и самого пациента за своим состоянием очень важен. Но это не только может касаться фибрилляции предсердий, но и других заболеваний. Олег Григорьевич, а всё-таки кто чаще страдает аритмиями, вот мужчина или женщина, вот по статистике всё-таки есть какая-то вот такая статистика? Ну, наверное, всё ещё зависит от возраста, да. Например, женщины защищены эстрогенами, и до определённого возраста атеросклероз у них гораздо меньше встречается, да, соответственно, инфаркты, атеротромботические инсульты. Но когда женщина входит в период менопаузы, то растёт уровень липоротедов низкой плотности, и, соответственно, статистически они примерно становятся на одном уровне с мужчиной. А так чаще всё-таки мужчины, да, получается? Ну да, сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у мужчин, и поэтому продолжительность жизни мужчин, она несколько ниже, чем у женщин. Ну, поэтому хочется вот тоже к нашей мужской части аудитории обратиться и сказать, что не надо терпеть, не надо как-то, да, вот какие-то домыслы, слухи там, да, у кого там это помогло, там у другого там это помогло, да. Нужно всё-таки вот если что-то вас беспокоит, да, чувство там какого-то дискомфорта в волосе сердца, чувство замирания, да, вот так же проявляются обычно перебои в сердце, да? Замирание, ощущение сердцебиения. Пульсация такая выраженная. Если вы это чувствуете, немедленно идите к врачу, да, а там уже дальше дело будет за нами. Участковому врачу, да, врачу общей практики, а дальше уже доктора отдифференцируют, кого нужно направить к узкому специалисту, да. В каждом случае будет подход. Здесь ещё, я думаю, тоже важен такой аспект, как доступность медицинской помощи. Конечно. Поэтому… Ну, сейчас в этом мы не можем, как говорится, грех жаловаться, да, сейчас пациенты, в принципе, день в день попадают к врачу, запись, пожалуйста, по разным видам, да, можно разными видами воспользоваться, да, это начиная от электронной записи, там, да, и в госуслугах, и по электронной записи через соцсети, да, по телефону, личные обращения, то есть очень много сейчас доступно, да, пожалуйста, да, то есть просто нужно задуматься о своём здоровье и прийти в поликлинику, если вас что-то беспокоит. Олег Иванович, ну и по традиции уже в завершении нашего выпуска какие-то добрые пожелания нашим телезрителям от вас, как от кардиолога, как от аритмолога? Однозначно могу пожелать ровного ритма, крепкого здоровья и благополучия, потому что от эмоционального состояния также зависит и наше ощущение счастья, да, и поэтому, если человек счастлив, то нарушение ритма и какие-то другие патологические состояния будет проще лечить. Спасибо большое, Олег Иванович. Ну что же, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok